Всем привет дорогие друзья! Сегодня будет у нас как всегда очередной влог с моря. Мы проснулись, как всегда день начинается с завтрака. Завтрак сегодня у нас очень простой. У Вани как всегда нет с утра аппетита. Ну и вообще кто пишет там про бургеры, чем вы ребенка кормите. Мы находимся на отдыхе и на отдыхе хочется каких-то вкусняшек. Ну вот Ваня любит бургеры, но это же не значит, что он наворачивает их целый день. Ну вот один бургер он съел, как бы это вместо основного приема пищи он наелся. Котлеты там есть, овощи там есть. Я считаю, что в этом нет ничего страшного. Там допустим на обед у него суп или борщ какой-то или еще что-то. То есть ну какой-то трагедии в этом нет. Во-первых, во-вторых, он не настолько часто это ест. И по большей части здесь постоянно двигается. Поэтому ну как бы по-моему так. Идти на завтрак телефон. Помимо телефона вон какая-то такая небольшая котлетка. Вань, кушать будем? Ваня! Будем. Будем, видите. Ничего не интересует. Так, ну а у меня вот такие вот макароны с салатом. Ваня не хочет. У него аппетита нет. Но взяла ему еще печенье. Не знаю, будет он их или нет. На всякий случай взяла. Сказала, пока мы позавтракали уже с Ваней. Солнце начинает потихонечку выглядывать. А мы идем на наш пляжик каменистый. Магазинов. Значит смотрите. Вот самый первый магазин. Мини-маркет. Маленький. Практически все в таких вот маленьких магазинах есть. Вот самое необходимое. Есть яйца, допустим, чтобы дома пожарить. Есть там колбасы. Но мы сейчас пойдем, потом побольше зайдем в магазин. Это маленький магазин. Ну он так и называется мини-маркет. Ну мини-маркет. Ну есть все. Вот все, все, что для жизни нужно, есть все. Потому что спрашиваете по ценам. И как бы, ну вот кто из Москвы, цены московские. Вот в магазинах цены московские. Единственное, что вода здесь стоит чуть дороже. Потому что вода это самый популярный товар. И соответственно, конечно, на нем хотят сделать деньги. Значит ближе к нашим этим, к пляжу. Вот они, видите, свободные комнаты. Есть вот такое вот симпатичное местечко здесь. Здесь все утопает в цветах. Номер, номер вот он. Вот так вот называется. Тоже можете сюда обратиться. Ну что, ты еще хочешь что ли? Ну пойдем. Чест к нам привязался. Мы ему купили пачку сосисок. Ну ему, видите, ее чистить надо. Я ему половину почистила, а уже лень. Так, вот мы пришли. Значит шезлонг на пляже стоит 100 рублей. Зонг стоит 50 рублей. На целый день. То есть в прошлый раз оговорилась. Вот эти комментарии. А Ваня говорит, у вас вообще купается? Или вы только где-то везде ходите? Разумеется, купается. Но просто очень сложно с собой брать. Телефон не возьмешь. А камера только в чехле. В чехле. Соответственно, как бы вы ничего не слышите, когда она в чехле. Поэтому снимаю только с берега. Сними, наверное, сейчас пока эту обсохнешь. Мам, да почему? Или нормально, наоборот, что не жар? Да, мам. Она тоненькая. Ну мам, почему ты с собой телефон взял? Нормальный телефон защищен. Ну потому что он защищен. А порт-то все равно, куда вода может попасть, в зарядку. Потом не заряжаться не будет, ничего. Не, а надо просто, получается, ждать. Ну, либо чехол какой-то брать такой прозрачный с собой. Потому что я же могу рукой махнуть, и он у меня улетит, сорвет. Смотрите, дети строят башню. Башню строят. Сегодня погода вообще изумительная. Шепчет просто. На пустом месте сейчас ни с того ни с сего такое море было ровненько. И пошла волна. Вот прям вот за одну секунду. Насколько переменчивая погода здесь. Мы сегодня со столовую, да. Ну, с Авдеповской. Ну, попробуем, как здесь, что. Ну, этот компот, во всяком случае, из чернослива. Вкусный. Мне понравился. Ванин любимый. Ваня солянка сегодня на обед. Солянку расскажешь. Вкусная, невкусная? Вкусная. Ромка, он уплетает куриный вкусный, очень супчик. Да, вкусный супчик? Не хуже, чем у нас готовят? Так, а ты что скажешь насчет солянки? Ты любишь, да? Молодец. Ну, куриная котлетка здесь есть. И я себе взяла какую-то отбивную, только не поняла, какая она. По-моему, куриная, ты знаешь. Свиная, елки-пауки. Я думала, куриная. Вот овощи и тоже компот. Вот такой вот сегодня у нас обед. Слушайте, вышли со столовой, такие довольные, такие счастливые. Ценник, перец, ладенец. Ценник вообще доступный. Вот мы пообедали, сейчас я показала вам. Солянка. Ваня съел две куриных котлеты. Четыре компота мы взяли. Я отбивную съела с овощами. Сейчас, Ваня, отойди просто подальше от этой жужжет штука. Я бы там и кошку увидела, надеюсь. Кошку увидел. Вот. И всего я заплатила за эти 670 рублей. А у нас, если там где-то в ресторанах брать, средний ценник, там 2000 как минимум ты выходишь. Вот. Поэтому, в общем, вот это место. Да, здесь, конечно, не на море ты сидишь. Здесь это столовая, как все полагается. Но вкусная еда. Вкусная, свежая. Прям приготовили. Котлеты обалденно вкусные. Ваньке понравились. Вот именно по советским технологиям, как они должны быть приготовлены. И все. На пляже мы оставляли все. Потому что здесь 2 минуты вот сюда, вот до этого столова идти. Оставляли все. Сейчас идем опять на пляжку. Плац. Такое море. Море разыгралось, пока мы обедали. Не на шутку. Интересно. Промтовары закрылись. Открылись. Мне прищепки нужны. Прищепки не купишь. Прищепки нужны? Нет еще. Еще закрыты. Ну вот с овощами пока что только вот одна палаточка. И все. Но в принципе пока что ее достаточно. Ничего себе. Купаться сейчас не придется. Купаться сейчас не придется. Представляете? Понагнала как это и всякой... Всякой нечисти. А с утра море было идеальное. Идеально-идеально синим. Обидно. Нас даже, по-моему, перенесли. У нас лежаки там были. А море прям сюда, смотрите, подступило. Видите наши лежаки, где прям возле лестницы. Оранжевая. За что? Оранжевая? Да. Что оранжевая? Где оранжевая? Ну, бывает оранжевая. Слушайте, а вам не кажется, что волна может усилиться и небезопасно здесь? Пойдемте-ка на понтон. Пойдем лучше. Потому что может сюда, это, реально дойти волна. Я не хочу, чтобы все равно мы купаться. Вот, смотри. Как нет? Сюда-то нахуй. Да, мы сегодня купаться не будем. Лен, запросто они купаться не будут. Да ты смотри, как он купаться-то. Я не могу, я не купаться. Вот эта стихия разыгралась. Смотрите, вот отсюда добивает волна. Видите, мокрая? Мама, а это не может быть... Мама, просто полняка ударила. А? Значит, не может быть такой, что он просто робота ударил полняка? Не знаю. Сейчас пойдем с вами на пирс выйдем, посмотрим. Здесь-то видите, какая... Свет воды, видите, какой стал сразу. Вся грязь сюда приплыла. Мама, а реально, что ли... О, как добивает. А реально, что ли, если ударить полняка, то будет дождь. Понятия не имею. Я про такое не слышала. Вот, видишь, здесь какие плиты поломаны. И, Вань, смотри, как здесь люди на волнах плещутся. Я хотела плавать. А, я теперь хоть поняла, как они до этого камня доплывают. Они вот отсюда плывут. Здесь поближе. Так, сюда, аккуратно. Видишь здесь это? Вон прям докуда. Мам, я бы хотела покляла. Классно. Сейчас пойдем к нам. О, как. Сейчас пользуются как украшения, что ли? Подковы и как украшения. Это же, в общем, сейчас уже у нас второй час дня. И жарко, волна. Решили пойти в номер, немножко передохнуть, отдохнуть. Я пойду поработаю. Сейчас немножечко сделала фильм. А Ваня просто полежит, отдохнет. Слушайте, ну, представляете? Смотри, Вань, здесь волна аж прям до сюда добивает. Я сейчас прям видела, представляете? Прям до верху добивает. Вот мне кажется, ууу. Вот так вот волной может просто унести, да? Смотрите. Это такие кадры для Инстаграма. Ууу. Ой, и у нас там, смотри, прям аж фонтанами. Слушай, я думала, что там сильнее. А здесь что-то еще сильнее волна. Это Крым почему-то разнослился, но я не просто вот. И хорошо делать. Ничего себе. Ты видишь эту волну? Я вижу, но здесь может в море унести, ты потом отсюда и не выберешься. Смотрите, волна-то какая. Представляете? Сейчас девушка аж поплыла вот здесь. А я говорю, вот так вот волной тебя зацепит и понесет вот туда. И не выберешься потом оттуда. В общем, все, пришли в номер. Такая красота. Здесь, знаете, как с утра солнце, а вот потом оно уходит в другую сторону, слава богу. И здесь прохладно за счет этого. А кондиционер мы пока что еще ни разу не включали. Ты меня видишь, это жиле просил. Ваня выпросил у меня сейчас. ММДЭМС сказал, хочет. Прям умирает. ММДЭМС ему нужен. Обязательно. Так, ну а мы сейчас пойдем с вами с балкона, посмотрим, как у нас там волны. Мы сейчас в магазине спросили, заходили в магазин водички взять. Говорит, даже до второго этажа иногда добивает. Так, руки-то помыл? Да. Что-то я даже не заметила этого момента. Ну что-то ты не заметила. Вот, смотрите. Дождевики наши сохнут. Вот это да. А мне море нравится разное. Мне нравится и когда волны, и когда штиль. Всегда оно прекрасно по-своему. Вот самое главное, чтобы был звук от этих волн. Мама, дай я захожу. Что ж ты мне все время что-то хочешь сказать? Конечно, приз. Нет у тебя там приза? Нет. Обделили призом? Нет, ну просто, это просто, наверное, наш гетолог. Ааа. Все, вышли сейчас вечером на прогулку. Ну как вечером сейчас у нас 5 часов, 6-й час. 6-й час. Сейчас пойдем просто погуляем, походим. Детям-то вот здесь. Вань, ты что хочешь там вымокнуть? Нет, мы тут хотим погулять. Вы тут хотите в лужах погулять? Что? В лужах хотите поскакать? Я поняла. Да. Смотрите, они все, я смотрю, дети прям. Их вот это вот хлебом не корми, вот по этой штуке спуститься. А здесь они просто кидают мяч. Лестница! Вань, давай, топай, давай мне сюда. Здесь вот это вот все на горах. На горах, на долах. Так что вот смотрите, сейчас я поела хорошо. И дальше вперед вот по таким лестницам. Если кому фитнеса не хватает, мало того, что мы к нам в номер идем постоянно по лестнице, уже вечером крапкаешься, чуть ли не ползешь на высокий этаж, там эти угловые вот такие вот спиральные, так еще и здесь. Мы с Ваней когда подходим, уже так... О, смотрите, как все поднялись, кроме меня. У меня самая низкая, видимо, спортивная подготовка. В общем, смотрите, вот кто спрашивает, где можно остановиться, вот здесь, вот у нас в Санта-Барбаре, да, есть вот такой вот отель, он называется Корона. Он находится, ну, мне кажется, на второй, да, линии все-таки? Но внизу у них есть там этот ресторанчик. Смотрите, как здесь все уютненько. Гостиница Корона называется. Вот администратор. Ну, отель сейчас на ремонте находится, они пока закрыты, откроются они с 7-го числа. И вот такие вот, такой ценник, вот это на двоих ценник, с 7-го числа по 19-е августа. Здесь, видите, есть с видом на зеленую зону, без балкона, с балконом. Ну, сейчас снаружи-то можно же посмотреть? Бассейн у вас есть, да, здесь какой-то? Да, это на трехкомнатный. Трехкомнатный, люкс, 8-350. Это прямо вот за номер уже, да? Смотрите, везде базовое указано за двоих. За двоих. То есть, если... А в трехкомнатном, допустим, там было 4, за четверых указано. В трехкомнатном, а везде в остальных за двоих. А доплата сколько на чем? По 500 человек? Старше вечерей, это примерно на 500 рублей. Так, ну вот так вот, смотрите, выглядит все. Вот снизу вы спускаетесь, чуть-чуть подальше ступеньки будут к морю. Я не знаю, здесь свои ступеньки есть или нет, но внизу есть бильярдный стол. И вот здесь есть бассейн. Ой, смотрите, как уютненько, да? Бассейн, свои какие-то тут колонки есть. Смотри, во-первых, тут каук маленький. Ой, каукла маленький. И смотрите, внизу дырки, я тоже не могу понять, что это за дырки. Это глубина, что ли? Нет. Не знаю. Как на глубине еще? И сейчас покажу вам на море здесь. Вот здесь тоже ведь лежачки, детская. Да, детский лягушатничек. И море вам покажу, чтобы вы понимали расположение. И вот оно, вот там море. Ну, я не знаю, у них вот здесь спуск, что-то администратор... Нет, спуска нет, у них только это. Администратор все-то не ласково, ну, потому что они не работают. А хозяина нет, они не распоряжаются можно и нельзя. Ну, смотрите, а он там тоже от короны какой-то, мне кажется, корпус. Но выглядит это вот так. Цены я вам показала. Очень мило, очень уютно. Кому зелени не хватает, вот здесь все в зелени. Он небольшой отель. Виде народ. И выглядит в виде замка. Красивого замка. Так, ну что, зашли мы, посмотрели. Идем дальше. Это мы так пошли прогуляться, посмотреть. Смотри, какие цветы красивые. С попугаем? Да. А, лежаки у них хорошие. Ну, кстати, надо попросить номера у них посмотреть. А вы куда пошли-то? Так. Вот такой вот вход. Просто наберите отель Корона на сайте Крым. А, вон у них, кстати. Сейчас вам. Вот такой вот сайт. Отель Корона.ру И вот там вот внизу бильярдный стол стоит. То есть такой. А, вот, кстати, эти телефоны на всякий случай вам. Вот вам телефоны. Слушайте, а вы заметили, что здесь свежее? Свежее, чем вот у нас. Потому что здесь зелень. И здесь свежее, чем у нас воздух такой. Розами, зеленью. Помоги, не меня хоть это. Иди на руку. Так. Мы идем дальше. Мы идем дальше. Ну, знаете, что меня больше всего удивляет? Им делаешь бесплатную рекламу. Для рекламы люди специально вызывают блогеров. Платят за это деньги. Проживание предоставляют. Тут подошла, говорю, давайте бесплатно вас просто номер с нему показать. Ну, что он из себя представляет, чтобы люди понимали, ехать не ехать. Нет, 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 нет. Такое ощущение, что это запретно. Я же не жить сейчас прошусь до 1 июля. Ну, ты денег просишь, займусь. Да, вы покажите просто. Прорекламируйте себя. Не, люди у нас боятся. Скажи. Скажи. Не запретил хозяина. Ну, может быть. Не, ну, мы же ничего не нарушаем. Мы же не живем у них. Мы же уже здесь находимся длительное время. То есть, как бы, с 15-го числа же здесь официально разрешено проживание. Пожалуйста, в частном секторе живите. То есть, жить не просимся. Ну, ладно. А мы идем дальше исследовать. Тут у нас одну дорогу мы заметили. Хотим по ней прогуляться, посмотреть, куда она нас приведет. А по ним той? Здесь вот так вот мы, видите, в сторону горы идем. Нашли здесь какую-то тропинку. Деваться нам некуда. Гулять охота. Поэтому какую-то тропинку нашли. И пойдем сейчас вон туда посмотрим в сторону горы. Есть возможность какая-то пройти или нет. Вот что-то строится здесь такое большое, тоже видовое, с видом на море. Но здесь единственное, что спускаться придется вот по ступенькам. А, ну слушайте, так и мы же сможем здесь, наверное, по ступенькам-то спуститься. Вот, видите, вид какой здесь на море идет. Да, ну тут, конечно, все очень печально. Ну и там вот отель Аркадия внизу. Вот, отель Аркадия внизу, то есть спускаться. Ну смотрите, как мы быстро сюда поднялись по винтовым лестницам. Здесь, если знать, как подниматься, то очень легко можно подняться. Здесь какие-то лачушки. Какие-то прям вот такие реальные лачушки. Но все огороженное забором. Ну что-то заброшенное такое. Заброшка. Мы специализируемся по заброшкам. Вышли, да, мы что-то к чему-то цивильному вышли. Уже прям такая дорожка пошла, прошли. Да, мы вышли к бару. Бар. Ну это какой-то отель. Тоже бассейн. С видом на море. Бассейн здесь глубокий. Это, наверное, какой-то типа... А, ну да, вот он, смотрите, отель называется Айтадор. Айтадор. Да, вот такой вот отель, он с видом на море. А, вот она сказала, парк здесь есть небольшой, в котором можно погулять. Ну вот, здесь все... Нет, здесь все в сосне. Все-все-все в сосне. И поэтому воздух здесь прям такой прохладный. Прохладный сосновый, да? И вот здесь, смотрите, такие качельки приходят. Но единственное, что море глубоко внизу. А, вот, наверное, спуск к морю от них, смотрите. Я думала, почему тут П написано. Где спуск? А, ну вон он, правильно, у них свой собственный спуск, вон он. Просто у них все закрыто здесь. А вот теперь, смотри, знакомое место? Нет. Мы пришли уже к этому, сейчас вот придем к тому шлагбауму. Не знаю, пойдемте посмотрим. По-моему, я боюсь еще. Пойдемте. Вань, что у тебя основная присказка? Я боюсь, что ты вот сейчас в данный момент боишь чего? Что выйдет какой-то злой дядя и наругает? Такого не будет. Иди дыши сосновым лесом. Лес сосновый, потрясающе. Вот это тоже какой-то, видимо, отель. И похоже, что действующий. Потому что шторы там есть. Но он такой здесь, вот что-то не убирается территория как-то. Может, не работает, да. Мы уперлись в развилку, смотрите. Налево пойдешь, прямо пойдешь, направо пойдешь. Ваня сказал, направо пойдешь, коня потеряешь. Налево пойдешь. Я уже не помню реально. Куда идти? В какую сторону? Пойдемте прямо за дядькой. А, я видела, вот я... Мы же когда в Алуште с вами ходили, там кактусы цвели. Я никогда в жизни не подумала бы, что цветут кактусы. Ага. Да еще такими цифрами? Розами. Ага. Это кактусы, розы какие-то. Или какую-то, наконец-таки, дорогу, прямо здесь все перекрыто вниз. То есть, получается, мы сейчас гору-то с вами обогнули все-таки. Да. Нашу гору мы здесь немножко обогнули. Какой нашу гору? Вон Аркадия. Ну, вон Аркадия. Далеко. Далеко. И вот мы сюда пришли. На какую-то набережную пришли. Здесь котов, видимо, не видим. Плохой знак. Почему плохой? Но здесь тоже никуда не выйдешь. Здесь все поперекрыто. Это хорошо. Здесь тоже вот чей-то это такой пляжик. Но здесь какое-то заброшенное место. Вот тут очень камни и волны. Ну, камни и волны. Не, ну, это же пляжное место. Вот эта же штука пляжная. И там волны. Да, там волны. И здесь, наверное, раньше что-то функционировало. Ну, мы же не собираемся плавать здесь идти. Что нам тут? Мы так посмотреть. А, это плаваться почему? Посмотреть, прогуляться, сколько мы здесь. Знаете, что я еще хотела сказать? По поводу стоимости. Стоимости, что дорогой отдых. Хочу сказать, что любой комфортный отдых, он дорогой. Вот именно комфортный. Но здесь можно в Крыму найти на любой кошелек. Вот мы смотрели там где-то у нас на третьей линии. Такие какие-то, конечно, неказистенькие домики. Но... Аккуратно, Вань, переступай. 500 рублей, по-моему, было. Да? 500 мы сирали, 400 даже смотрели. Чего? Номер стоил. Ну, в таком, правда, не очень хорошем месте. А, ну да. Что такое? От 400 рублей там было написано, что сдаются вот эти вот комнаты. Аккуратно, аккуратно. Поэтому, конечно, все зависит от того, в каких вы условиях будете жить. За 400 рублей можно снять, но далеко от моря. И вот, опять-таки, мы вышли как-то какими-то путями. Знаете, самое главное, от нас идти легко. Самое главное потом к нам вернуться. Смотрите, здесь наверх лестница ведет. Нам по всей... По всей видимости, нам на нее надо. Вон она. Здесь где-то есть нудистские пляжи, нам сказали. Что здесь есть где-то нудистские пляжи. Нет, слушайте, ну, подождите. А Луж-то все-таки далековато. Видите, где еще вон та белая штука возле вчера, в которой мы были? Ну, это мы опять пришли к какому-то еще отель. Сейчас там будет, видимо, впереди. Идти, идти, да. Ну, мы просто гуляем. Какая разница? Мы идем так, без назначения. Просто прогулка чисто вдоль моря. Дышим свежим воздухом. Мама, мы сейчас... Мама, подожди, а мы сейчас не придем? Куда? Нет, вон, смотри, круглая, далеко, где мы вчера были. Оно далеко-далеко. Волуны. Здесь вообще нереально зайти. Но мужики ловят рыбу. И здесь какое-то, видимо, местные как-то сюда приезжают. А вот здесь вот тоже участок, видимо, для местных с песком. Здесь песок черный как раз-таки, вон там внизу. На юге очень много вот таких вот аппаратов везде. У нас везде там на улицах стоят. Здесь дети просто с ума сходят от этих аппаратов. Постоянно им нужно что-то здесь купить. Но мы с вами тем самым дошли до Берегового. Это какой-то то ли пансионат, то ли отель. Здесь тоже есть вот такой вот, ну, я не знаю, магазинчик, не магазинчик, кафе. Лимонады какие-то, видимо, местные. Потому что жемчужина Крыма написана. Мохито, яблоко. Вот я еще в прошлый раз их смотрела. Делай, делай, делай. Мороженое, как всегда, по 70 рублей, по 100 рублей. Коровка, ну, в общем, местное мороженое вот по 70. Вот черное, кстати, как Рома ел. А вот, смотрите, цены у них в кафе. Стритбул. Вот водичка. Водичка это везде, кто во что гораст. Вот где-то 30 рублей, где-то 40 рублей, где-то 35 рублей. Ну, как бы более-менее нормально. Вот чай 120 рублей. В общем, 70 рублей. Ну, как бы цены такие более-менее нормальные. Более-менее нормальные. Холодильнички, пиво. В общем, ну, вот все необходимое есть. А, прикольно. Это Крыма, вот, литровая, стоит 35 рублей. Да. Ну, вот я и говорю, что здесь, чем удаленнее, чем меньше магазинов, возможностей каких-то, тем цены выше. Туалеты у них что-то... А, ну, это пляжный, наверное, туалет. Вот кто спрашивал у меня, туалеты на пляже? Вот туалеты на пляже есть. Розы на пляже тоже есть. И даже переодевалки есть. Слушайте, и тут такой симпатичный этот... Набережная такая симпатичная. Отделано все тоже таким кирпичиком красивым камнем. И много-много роз. Слушайте, ну, смотрите, мы нашли хоть куда гулять. А то нам говорили, что нам вообще выбраться никуда. Да. Здесь, смотрите, аллея роз. Аллея роз. Самая настоящая. Там такое место здесь тоже, смотрите, все-все-все в растениях таких. И, ну, пляж, правда, здесь такой. Ну, считайте, что здесь его нет, но там, наверное, дальше есть наверняка. Потому что здесь прям вот розами очень-очень красиво все сделано. Есть здесь спортом заниматься. Кафешечки. А, ну, вот у них, видите, указатели. Мини-рынок, магазины, веревочный парк. А, ну, вон что-то такое впереди. Не знаю. Тут что-то анимация какая-то для детей идет. А, это ресторан какой-то. Ну, здесь, видите, уже все так цивильно на набережной. Стойлик и все. Я хочу сказать, тут написано веревочный парк туда-куда-то. Детский клуб. Ну, вот детский клуб, видите, тут все пляжут и танцуют. Но веревочный парк, если он наверху, я не полезу карабкаться туда в гору. А, вон площадка детская. Это что-то, наверное, сцена какая-то, скорее всего. В общем, проникли на территорию чужого отеля. Ну, как проникли. Мы идем, входы-входы открыты. Никаких ворот здесь нет, поэтому... Слушай, Лен, а это вот лаванда, по-моему, же, да? Да? Да. Вот. Ты вчера за сколько покупала? Сто рублей. Сто рублей. Вот костик такой лаванды стоит. Здесь вот лаванда растет. Пахнет? Она прям вот такая прям. А кто же говорил, что она цвела вон? Вот, да. И, кстати, видите, домики здесь тоже прям с видом на море. О, кошки, кошки. Кошки, пойдемте. Котейки. И нам тоже с вами покататься с горки? Креступь, я же вон. О, как прыгают. О, как прыгают. Берешься под дальше опять. Где? Под дальше пока. Прямо следующий. Мама, площадка на 5 лет. Мам, мы уже 8 лет, 9. Нет. Нет. Ты послушай. Оттрелки. Нет, ты послушай. Обзайся на них. Послушай. Оттрелки. О, здесь котов сколько. Идите, катайтесь на качелях. Лавочка, смотрите, какая симпатичка. Киса, ты голодная? У меня сосиска есть. Будешь сосиску? Иди сюда. Иди, иди, иди ко мне. Сейчас дам тебе сосиску. Было киски 3, у меня сосиска одна. На 2 части поделила. Третьей какой-то из них не хватило. Ну, а вот он, веревочный парк здесь. Но он пока что закрыт. Ну, сейчас, кстати, много. Много. Вот, когда меня все спрашивают. Сейчас очень много таких вот, каких-то объектов закрыто для детей. Потому что, сами знаете, пандемия. Знаете, мы как-то у нас находимся в таком месте, что мы ее не чувствуем. А она, к сожалению, есть. И поэтому, вот, многие парки закрыты, развлечения, и колесо там не работает. В общем, я поняла, здесь тоже нужно ходить с сосисками. Очень много голодных котов. Очень много голодных котов. Так. Ну, а мы сейчас попробуем зайти, хоть посмотреть, что это за место такое, куда мы попали. Что это такое. И, ну, пляж никакой, скажем так. Но пляж, наверное, у них там дальше, потому что там зонтики стоят. Убегая от снов и от прожитых лет, все равно ты себе не изменишь. И от жизни возьмешь только то, что тебе даст Господь, и ни больше, ни меньше. А глянись за собой, сколько в жизни сплелось, сколько судеб к тебе прикоснулось. Пусть полжизни прошло, как у всех на авось, и удача другим улыбнулась. Поговорим за жизнь, без трёпа, без пустой.